Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала для многих шоком. Для кого-то приятным, но в Москве, где только и ждали проигрыша Камал и Харрис, поначалу держали мину индифферентности. А род Путина Песков даже вякнул, мол, не знает, собирается ли его босс поздравлять Трампа. В то же время в российском издании «Верстка» со ссылкой на свои источники сообщили, мол, и Путин Медведев и другие российские чиновники все же поздравили Трампа. Если не прямо, то через знакомых. В Кремле надеются, что благодаря 47-му президенту США позиции Москвы в войне против Украины улучшатся. Мол, с приходом к власти Трампа, Вашингтон якобы сократит военную помощь Киеву. На вторые сутки после американских выборов Путин таки разродился скупыми, но публичными поздравлениями. Чем обернется победа Трампа для Украины, России и мира в целом? Как 47-й президент США будет заканчивать войну за 24 часа? Насколько план Трампа устроят Киев и Москву? И почему России рано радоваться? Во время президентской гонки в США кремлевская пропаганда убеждала россиян, мол, республиканец на посту главы государства якобы может быть выгоден России. Но после победы Трампа почему-то резко сменили тон. Российский пропагандист Евгений Попов в своем телеграм-канале выразил опасение, что Трамп еще до января может предложить России заведомо невыгодную сделку по Украине. Если Москва откажется, Трамп объявит о небывалом по масштабам пакете помощи Киеву и снимет все ограничения на использование западного оружия для удара вглубь России. А Соловьев вдруг осознал, что он и его так называемые эксперты зря радовались успехам Трампа. Не надо искать друзей там, где их нет и быть не может по определению. Трамп такой же системный враг, как любой представитель демократа. Более того, на фоне кадров сентябрьской встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, так называемые Z-эксперты выразили тревогу по поводу возможной эскалации войны в Украине. А вот алкаш Медведев, наоборот, предрекает сокращение американской помощи Украине с приходом в Белый дом Трампа. Тем не менее, в Москве могут только гадать, в чем же на самом деле заключается мирный план Трампа. Существуют различные планы разных советников Трампа, как публичные, так и полупубличные. Все они сходятся к остановке военных действий по линии фронта. Но дальше начинаются нюансы. И поэтому Украина непосредственно влияет на формирование окончательной позиции Трампа и его команды. У президента Зеленского есть прямая коммуникация с Трампом, есть уже намеченные посредники. А также Зеленский пытается работать с Трампом через европейских лидеров. И в Будапеште на совещании по вопросам демократии также президент Зеленский говорил о своей позиции. Позиция Украины состоит в том, чтобы стремиться к достижению мира через усиление Украины. То есть входить в любые переговоры, в любое мирное урегулирование через усиление Украины. Что подразумевает никакой так называемой демилитаризации. И Украина должна получить гарантии как постоянной военной помощи, так и гарантии восстановления разрушенной инфраструктуры по итогам боевых действий. В Москве спят и видят, мол, под американским давлением Киев признает потерю части своих территорий. Тем более, что Трамп обещал закончить не только войну в Украине, но и все войны в мире. Я не намерен развязывать войну, я собираюсь остановить войны. Согласно заявлениям кандидата вице-президента США от республиканской партии Джей Ди Вэнса, план Трампа предусматривает создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии соприкосновения, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Мол, таким образом Украина сохранит суверенитет. Это неприемлемо, Украина не торгует своими территориями. Существует вероятность, что в окончательном варианте договоренности будет отказ Соединенных Штатов, администрации Трампа от освобождения территории Украины исключительно военным методом. Другая крайность – это то, что требует Россия. Россия требует юридического признания факта незаконной аннексии четырех областей – Крыма и Севастополя и включения в состав Российской Федерации. Я думаю, что этот пункт удастся отбить украинскими силами, и ни одна страна в мире не признает юридического факта аннексии. И поэтому формула может, знаете, состоять из таких элементов. Сейчас идет прекращение огня, остановка боевых действий, а далее Украина получает право возвращать эти территории, используя дипломатические методы, и в этом даже Соединенные Штаты и коллективный Запад будут помогать. Но в договоренностях мы состоять, что как Россия, так и Украина воздерживается от применения военных сил для изменения линии разграничения. В то же время в Вашингтоне никогда не допустят победу России, ведь это означало бы поражение не только Украины, но и ее союзников, в первую очередь США. Несмотря на свою прагматичность, Трамп вряд ли хотел бы войти в историю, как тот самый американский президент, который допустил крах демократии в мире. В прошлое, она же действующая администрация Соединенных Штатов, провозглашала свою целью не дать Украине проиграть. Цель, чтобы Украина выиграла и чтобы Украина полностью восстановила свою территориальную целостность, это, к сожалению, звучало довольно редко даже в заявлениях администрации Байдена. И поэтому мы можем ожидать, что, скорее всего, администрация Дональда Трампа будет возглашать такую же формулу, они не могут позволить Украине проиграть в Украине, и поэтому они не могут позволить пойти на большие уступки России. И поэтому будет формироваться некая компромиссная позиция, которая не будет выглядеть как проигрыш США, не будет выглядеть как слабость США и не должна выглядеть как проигрыш Украины. Сегодня эксперты обсуждают различные варианты действий новой администрации Белого дома в отношении Украины. Одни говорят, мол, Трамп может решиться даже откреститься от войны. Тогда Украину ждет суровый путь. Другие убеждены, даже если Вашингтон уменьшит поддержку Киева, ничего критического не случится. Нужно понимать, что господа демократы, да и европейцы, понимая, что позиция Трампа может носить вот такой достаточно деструктивный характер с точки зрения защиты демократии в мире, европейцы и демократы и американцы привели к тому, что вот как бы Украине выделено на 25-й год 50 миллиардов долларов кредита погашением за счет доходов от замороженных российских активов. То есть, повторяя слова премьер-министра Украины, на 25-й год Украина практически полностью закрыла все свои потребности. То есть, мы четко понимаем, откуда мы будем иметь полное покрытие наших потребностей, в том числе и военно-технических, на 25-й год. То есть, такого жесткого, такой жесткой зависимости с чисто финансовой точки зрения от американской помощи Украины, слава богу, нет. Более того, прагматизм и бизнес-жилка Трампа может как раз сыграть на руку Украине. Давать оружие Трамп не будет, а вот продавать его целиком и полностью возможно. Кстати, хочу напомнить, что господин Обама, предшественник Трампа на посту президента в его первой каденции, категорически возражал против поставок Украине летального вооружения. Первые дживелины летальные, которые появились в Украине, были проданы Украине при администрации Трампа. Поэтому с этой точки зрения есть, ну, скажем так, надежда, что в интересах американских производителей Трамп не будет возражать при наличии Украины денег о продаже ей тех видов вооружения, которые Украине будут нужны. Вплоть до того, что это может быть поставлено по системе ленд-лиза. Так что и здесь тоже есть в какой-то степени там призрачная надежда, что Украина получит тот объем вооружений, который ей необходим, при наличии денег. А деньги, как я уже сказал, 50 миллиардов на 25-й год вроде бы как подтверждены, и там в этих деньгах 35 миллиардов европейских. Бывший генсек НАТО Андерс Фогг Расмусен в интервью изданию Politico отметил, чтобы решения Трампа не стали на руку России, Европе нужно коренным образом изменить подход к обеспечению безопасности на континенте в рамках Североатлантического альянса. И хоть Украина пока не является членом блока, он играет важную роль. Украина рассматривается на сегодняшний момент как один из элементов общеевропейской системы безопасности. До последнего времени основой общеевропейской системы безопасности были американские военные базы на европейской территории. Я думаю, что ни у кого это не вызывает никаких удивлений. Именно это позволило европейским странам тратить на безопасность и оборону в своих бюджетах годичных меньше одного процента. При том, что в рамках НАТО у них было обязательство тратить не меньше трех от ВВП. Но те же французы 0,75, немцы 0,5 от ВВП. Почему? Американские базы. Рядышко. Нет смысла этого делать. Трамп хочет принципиально поменять эту систему. Он хочет, чтобы Европа была основным платильщиком по поводу обеспечения ее безопасности. Еще во время своей предыдущей каденции Трамп неоднократно требовал от остальных членов НАТО, чтобы те тратили на оборону 2% ВВП. Как это делают США. Он даже огрозил покинуть Альянс или игнорировать пятую статью его устава о коллективной обороне, то есть не оказывать военную помощь в случае нападения на одну из стран-членов блока. В результате сегодня 23 из 32 членов НАТО платят 2% своих ВВП. Но теперь, когда агрессивная Россия развязала в сердце европейского континента полномасштабную кровопролитную войну, новой администрации Белого дома, этого может быть недостаточно. В то же время, на случай, если Трампу таки вздумается не участвовать в коллективной обороне Альянса, эксперты напоминают о плане украинского президента, пятый пункт которого предусматривает, мол, украинские военные будут обеспечивать безопасность всей Европы. Но кто обеспечит безопасность самой Украины? Это однозначный позитив. Если бы это удалось сделать, есть маленький момент. Американские военнослужащие на американских базах финансируются американским бюджетом. Если мы говорим об украинских военнослужащих на этих же базах, которые будут замещены американцами, будут замещать американцев, то за этих военнослужащих платить должна будет Европа. И тут тоже есть момент. Посмотрим, как на это будут реагировать европейцы. Хотя я думаю, что для них это будет дешевле, чем нанимать собственный персонал и заполнять, увеличивать свои вооруженные силы. Во влиятельном американском издании Foreign Policy пишут, Трамп и США в целом не могут допустить поражение Украины в войне против России. Ведь победа Путина стала бы серьезным ударом по могуществу Америки. А США должны оставаться сильными, это подчеркивают и в Киеве. Взагалі для нас в Украине, в усій Європе надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента США про мир завдяки силе. Peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го президента США, Америка і увесь світ від цього точно виграють. Не даремно так часто тепер згадують Рональда Рейгена. Люди хочуть впевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії. І з сильною Америкою, з сильною Україною, з сильними союзниками. Вопрос, который сьогодні інтересують всіх, каким же буде план Трампа по прекращению войны в Україні. Эксперты подчеркивают, важно, чтобы он не предусматривал отказ Украины от её временно оккупированных России территорий. Уступки такого порядка будут означать по сути поражение Украины. Значит и поражение её западных союзников. США и Европы. Перед агрессивной Россией, в частности, и осью зла в целом РФ. Ираном и Северной Кореей. Любое сокращение американской поддержки будет выглядеть, будто Россия вынудила США отступить. Раз Трамп вернулся, чтобы сделать Америку снова великой, это на самом деле хорошая новость для Киева и плохая для Москвы, говорят эксперты. Трампа считают мастером сделок, deals, как в бизнесе, так и в политике. Поэтому по украинской войне команда Трампа будет готовить ему некую сделку. Но в этой сделке Трамп должен выглядеть сильным перед всем миром и перед своими избирателями. Поэтому не факт, конечно, что в Кремле согласятся на предложенные Трампом условия, и в Кремле могут и далее требовать невыполнимого. В таком случае план Б, и об этом открыто говорят в команде Трампа, план Б будет состоять в том, чтобы усилить поддержку Украины, таким образом реализовать план А через усиление Украины, через продолжение боевых действий. Тем не менее, многие в Кремле надеются, мол, Трамп будет давить на Украину, чтобы та пожертвовала временно оккупированными территориями, а в случае отказа Киева сократит поддержку. Но стремление нового хозяина Белого дома выглядеть победителем, а не лузером, может не оправдать ожидания россиян. Глава МИД Франции Жан-Нуэль Баро считает, что Трамп слишком мудр, чтобы согласиться на крупнейшую аннексию территорий за последние 75 лет. Навряд ли будет использоваться формулировка территориальной уступки. В заявлениях российских политиков может звучать, что да, им позволили сохранить контроль над этими территориями. Но территориальные уступки подразумевают юридическое признание факта оккупации территорий и их включение в состав другого государства. Этого навряд ли россияне смогут добиться. Скорее всего, все-таки глобальная договоренность между Россией и США и, возможно, с участием Китая будет состоять в формировании зон влияния и формировании новых глобальных правил игры. И поэтому термин территориальной уступки может применяться только российской стороной, а США же будут говорить в основном и акцентировать свое внимание на факте окончания войны, прекращении боевых действий и прекращении человеческих потерь. Какой именно может быть политическая сделка Трампа с Кремлем и будет ли она вообще, четкого понимания пока нет. А вот экономические месседжи от нового хозяина Белого дома в случае их реализации могут привести к полному краху российской экономики и падению ее военной машины. Российский миллиардер Олег Дерипаско небезосновательно предрек обвал цен на нефть при Трампе до 50 долларов за баррель. В своей первой речи после победы на выборах Трамп пообещал начать массовую разработку нефтяных скважин. «У нас больше жидкого золота, нефти и газа, чем у любой другой страны мира. Больше, чем у Саудовской Аравии, больше, чем у России». После этих слов нефть марки Брент сразу подешевела на 2%. Ранее Трамп заявлял, что при цене на нефть 40 долларов за баррель Россия не могла бы вести боевые действия против Украины. Лишь цена в 100 долларов позволила Москве иметь большой военный бюджет. «Трамп обещает снять все ограничения по поводу добычи энергоносителей в Соединенных Штатах Америки. То есть теоретически при сохранении прежнего объема добычи нефти странами ОПЕК это могло бы ввалить цену на нефть, очень здорово, где-то до 45 долларов за баррель, что делало бы добычу нефти в Российской Федерации практически убыточной. Но есть же еще страны ОПЕК, которые не хотят уменьшения цены барреля нефти. Поэтому при увеличении американской добычи страны ОПЕК могут договориться об уменьшении добычи собственной. Таким образом, сохраняя прежний баланс поставок энергоносителей на мировые рынки. Как это будет реализовываться на практике, сказать сложно. Но то, что Трамп уже в предвыборной кампании в экономическом блоке пообещал снять все ограничения на добычу полезных ископаемых в Соединенных Штатах Америки, это правда. Посмотрим, как это будет реализовываться и как это будет формировать новую парадигму формирования цен на мировых рынках нефти в частности. К массированному демпингу цен на нефть, чтобы остановить агрессивную Россию, может присоединиться и Саудовская Аравия. В Эль-Риаде уже заявили, что намерены увеличивать добычу углеводородов. При этом саудиты готовы смириться с ценой нефти даже 50 долларов за баррель. Еще один месседж Трампа не в пользу России направлен на увеличение экспорта американского сжиженного газа. США уже стали крупнейшим в мире экспортером этого энергоресурса. Американских поставок достаточно для обеспечения газом Европы, которая отказалась от российского топлива. К слову, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн в телефонном разговоре с Дональдом Трампом уже предложила заменить поставки российского сжиженного газа на американский. Также фон дер Ляйн подчеркнула, что после вступления Трампа в должность президента США Евросоюз будет стремиться к расширению торгового сотрудничества с Америкой и поиску общих интересов. В 2022 году американский сжиженный газ, по сути дела, зашел в Европу очень мощно и согнал российский природный с 37% до 8%. Ну, то есть, подобные прецеденты уже были. Почему же в Москве возлагают такие надежды на Трампа и верят, якобы он, скорее всего, друг России, а не наоборот? Возможно, из-за претензий в адрес Владимира Зеленского, которого Трамп назвал величайшим продавцом в истории. Что в его интерпретации на самом деле комплимент, а не оскорбление? И нежелание продолжать финансово помогать Украине? Или же уповают на злопамятство Трампа, мол, он не забыл телефонную беседу с Зеленским 2019 года, которая вызвала международный скандал и стала поводом для начала процедуры импичмента? У Дональда Трампа и Владимира Зеленского довольно длительная история отношений. Когда Зеленский победил на выборах, Трамп был одним из первых, кто позвонил и поздравил вас с победой. Их последний личный контакт состоялся в сентябре этого года в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Он тоже нелегко готовился, и команда Трампа сначала отменяла визит, но потом украинская делегация добилась все-таки личной встречи. Она произошла на территории Дональда Трампа, и их совместный выход в прессе был довольно напряженным, но тем не менее стоит отметить ту фразу Трампа, где он сказал, что он уважает принципы Владимира Зеленского, и он уважает Зеленского за то, что он не использовал никакую информацию во вред Трампу, а все-таки сохранил ровные отношения с обоими фракциями, с обоими главными партиями США. Это означает, что, возможно, Трамп и просил тоже для себя некого изменения позиций в свое время, возможно, даже получил отказ, но он уважает ту позицию, которую занял Владимир Зеленский, и, в конце концов, считает ее сильной и справедливой. Как сообщают в американском издании Bloomberg, Трамп только сейчас начал всерьез задумываться над тем, как добиться мира в Украине. Он намерен требовать уступок от Москвы. В телефонных разговорах с европейскими лидерами Трамп упомянул, что ему придется давить не на Зеленского, а именно на Путина. При этом намекнул, что все зависит от того, что он получит взамен. Если в Кремле не согласятся на предложенный компромиссный сценарий мирного регулирования, то в ответ на это, и наверняка это будет прокоммуницировано в сторону Москвы, в ответ на это команда Трампа действительно может принять довольно серьезные решения по предоставлению новых образцов вооружения и более тщательно отнестись к предложенному Зеленским плану победы, который предусматривает и размещение дальнобойного американского оружия на территории Украины, и в перспективе замещения американских военнослужащих в Европе, а украинским контингентом. Трудно сейчас на 100% быть уверенным, как поведет себя Трамп. Вы абсолютно правильно сказали, что этот человек достаточно эмоциональный. Но, по крайней мере, пока, вот сию секунду, у него есть иллюзия, что он сможет договориться с Российской Федерацией по поводу прекращения войны. Посмотрим, как это будет реализовываться на практике. Эксперты сходятся во мнении, Трамп непредсказуем, тем не менее он прагматик. Для США Украина хорошее вложение денег. За свои инвестиции Вашингтон получает конкретные выгоды, как репутационные, так и военные. Война России против Украины показала слабость в Москве. Так называемая вторая армия мира не способна противостоять не только армии США или НАТО, но и ВСУ. Кроме того, война против Украины унизила Путина. Ему пришлось идти на поклон к вчерашним бассалам, выпрашивать дроны у Ирана, снаряды и солдат у Северной Кореи. По данным Госдепа США, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Вашингтон предоставил Киеву более 64 миллиардов долларов в виде военной помощи. Несмотря на то, что США тратят огромные деньги на поддержку Украины, американская экономика от этого только выигрывает. Ведь львиная доля помощи Киеву оседает на американских военных предприятиях. Все это аргументы в пользу прагматизма бизнесмена Трампа, а значит на руку Украине. Так что России рано радоваться его победе на президентских выборах в США. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова